Я с большим удовольствием приглашаю сюда Валерию Гуровичу Демичеву, профессора, заместителя директора по науке и среднего глазных болезней РАН, главного редактора журнала «Гулкова» и вице-президента российского «Гулковного общества». Добрый день, уважаемые коллеги! И год назад, ровно год назад, в Подмосковье наш институт проводил очередную конференцию под названием «Дискуссионные вопросы артемиологии», которая была посвящена только лишь одному вопросу – «Гулкова и вторичный синдром сухого глаза». На этой конференции выступило 8 экспертов. Среди них был и, извините, уважаемый мною профессор Бжевский, которые обсуждали именно эту тему. Длительная терапия «Гулкова» и «Гулковского препарата» и «Синдром сухого глаза». Действительно ли это проблема или только надуманные вопросы, которые могут быть обсуждены? «Гулкова» – заболевание, которое под распространенностью не так велико, но последствия ее трагичны, если не предпринимать никаких мер. Как сегодня мы на преданном свидании слышали, у нас больше миллиона больных глухомы, примерно полмиллиона не знают о том, что это и заболевание. И среди тех больных, которым еще не поставлен этот диагноз, уже есть больные с продвинутыми статями, требуется довольно серьезная терапия. Но как свидетельствуют международные исследования, число больных глухомы из года в год растет. А следовательно, растет и число слепых и слабовечивших вследствие этого заболевания. Вот это та статистика, о которой я говорил. И как показывают исследования, более 55%, а мне кажется, это около 60-70% больных глухомы, получают медикаментозную терапию. Это действительно так, потому как более 80% при постановке диагноза соглашаются с предложением врача начинать лечить глухому, применяя ту или иную медикаментозную терапию, имеющую в виду капли. И лишь на единицы из них соглашаются на лазерное или тем более хирургическое лечение. И вот среди этого числа больных, получающих медикаментозную терапию, чрезвычайно высок процент больных, у которых диагностируется или развивается синдром сухого глаза. Зарубежные источники также свидетельствуют о том, что этот процент довольно высок, от 4 до 33. И чаще всего это бывает у женщин. То есть здесь не все нужно, все глухи, вводить только на медикаментозную терапию. Здесь есть еще другие причины, о которых скажу я чуть позже, которые влияют на формирование синдрома сухого глаза. У нас, и не только у нас, большинство глазных капель содержит консервант. И среди больных, по данным зарубежных авторов, более 80% получают капли, содержащие консерванты. И без консервантов всего лишь только 13%. У нас процент этот просто мизерный, потому как капель, не содержащие консерванты, которые могли бы быть использованы в лечении муковой, у нас очень мало. Но у нас большое число больных получают бета-блокады. По данным отечественных исследователей, у 80% больных, получающих бета-блокады, разбивается синдром сухого глаза. Ну и в зависимости от клинической формы глухомы, тоже эта ситуация не всегда одинаковая. Если глухома сочетается с псевдоэкспиративным синдромом, этот сухой глаз вытревается чаще, и реже всего, по совсем понятной причине, это бывает при пигментной глухоме или пигментной дисперсии. Среди больных глухомы, вот еще одно подтверждение тому, что женщин значительно больше. Существует несколько классификаций синдрома сухого глаза, и одна из них – это классификация по этиологии. И среди вот этого перечня нас сегодня будет интересовать только одно – это прием лекарственных препаратов. Хотя, как вы видите, что и другие причины, которые могут быть совмещены с приемом лекарственных препаратов, я оказываю приемы на развитие этого синдрома. Одной из важных причин или главных причин в развитии синдрома сухого глаза является нарушение стабильности при роговичной слезной пленке. Хотя определенную роль играют и другие составляющие патогенезы этого заболевания. Но этот процесс чаще всего связан именно с нарушением стабильности при роговичной слезной пленке. Вы знаете, что слезная пленка состоит из трех слоев – лепидный, водный и грузиновый. И чаще всего проблемы возникают тогда, когда страдает мусорный слой, подрывающий петели роговицы. Тогда нарушается или в значительной степени испаряется водный слой, и возникает прямой доступ к петели роговицы любого лекарственного вещества, которым пользуется ПЦН. А так как больной глухом пользуется не одним, а может быть, несколькими препаратами и не одну неделю, а может быть, месяц или даже годы, возникает прямая угроза развития повреждения роговицы, что входит в комплекс синдрома сухого глаза. Клинические проявления различны синдрома сухого глаза – это изменения слезного гениста, на которые следует обращать внимание. Ну, немножко отходя от заданной темы, я скажу, ведь не всегда офтальмологи обращают внимание на жалобы больной глухомой, которые пожилые люди высказывают, придя к врачу. Врач чаще всего обращает на принципиальные позиции, какое давление, зрение, какие низкие зрительные функции, а на жалобы пожилых больных длительно получающих математозную терапию, как-то не воспринимают, и все это откладывается на задний парк. Очень жаль, и зря, если это так, действительно врачи поступают. Другим проявлением синдрома сухого глаза – это появление нитей или слизистого отделения в виде бляшек. Они хорошо видны при биомикроскопии на поверхности роговицы. Довольно часто возникает такой из них, как локальный отек конъюнктивы, который как бы свисает на крайне века. Это один из характерных признаков развития синдрома сухого глаза. Вы видите, показано это красной стрелкой. Могут быть пенистые отделяемые на краях век, и на этом фоне возникают точечные эрозии века. Наиболее грозное осложнение синдрома сухого глаза, или одна из уже предметных его стадий – это ксирозками бхивы и роговицы, как видно на этом снимке. И, естественно, получать длительную медикаментозную гипотенциальную терапию уже в таких условиях становится не всегда возможным. Но все-таки мы говорим и много списываем все эти беды на консерванты. Так ли они уж важны и нужны, и для чего они были вообще предложены в термологии. Их роль и функция действительно важны. Прежде всего, они замедляют рост возможной микрофлоры в растворе, и это позволяет хранить и стабильность раствора на долгое время. Мы знаем, что официальная рекомендация – это, по сути дела, месяц, в течение которого можно пользоваться этими каплями, и они, по сути дела, в этом отношении являются безопасными. И делают удобное применение капель во флаконах, в отличие от тех капель, которыми пользовались больные, ну, скажем, лет 30 назад, когда срок водности их исчислялся просто днями. А вскрытый флакон, содержащий водный раствор того же белокарпина, не содержащий ни консервантов, ни стабилизаторов, действительно живут в годы и течении очень короткого срока. Существуют разные типы консервантов, которые различаются по химическому настроению и механизму действия. Но наиболее часто употребляемым или используемым в производстве химическому препаратов – это катионные сурвактанты, и таким ярким представителем которого является бензалгония хлорина. По сути дела, подавляющее большинство фиксированных форм применяется именно этот консервант. Поликатионные консерванты, представим, у которого выливается поликват, тоже сейчас находит применение, и он используется для этих препаратов, снижая то отрицательное влияние, которое может вызвать бензалгония хлорина. Есть консерванты, которые содержат ртуть, полимениловый спирт, сорбиновую кислоту или амидины – это известный вам хлорогексидин. Вот те препараты, по сути дела, они все есть у нас на рынке. Те препараты, которые обладают потензивным действием, и вы обратите внимание, почти все они содержат бензалгония хлорид, с исключением, пожалуй, альфагана Пи, который содержит курин. Об этом я еще скажу чуть позже. Но концентрация этих препаратов в тех или иных каплях разная, и это тоже очень важно, и от этого зависит возможное побочное действие тех или иных лекарственных препаратов. Тогда, когда был предложен бензалгоний хлорид в качестве консерванта, были проведены документальные исследования, они показали, что раствор бензалгоний хлорид в такой концентрации, 1% укорачивает время подсыхания слезной пленки в 4 раза. Это небольшая концентрация, но по этому признаку укорочения время подсыхания слезной пленки можно судить о действии этого вещества. Последующие исследования на примере бета-блокаторов показали, что бета-блокаторы, содержащие бензалгоний хлорид, также вызывают значительное укорачивание разрыва слезной пленки у больных, получавших этот препарат, по сравнению с таким же препаратом, но не содержащим бензалгоний хлорид. Токсические действия бензалгония хлорида доказаны. Они доказаны, и здесь сомнений ни у кого бензалгоний не вызывает. Прежде всего, это его непосредственное детергентное действие, которое сказывается на повреждении мембраны клеток. Второе действие – это влияние его на сохранность бакаловидных клеток, которые продуцируют тот самый муцель, защищающий непосредственно петели роговицы. Но и сопутствующие токсические действия бензалгоний хлорид – это иммуноаллергические реакции.